Для каждого второго ижевчанина, кто сегодня пришел на митинг, Крымская весна – событие не только историческое, семейное. У меня в Крыму родственники живут, тетя, сестра двоюродная. Они очень-то вас ждали. Ну, во-первых, они работали немножко неофициально, так скажем. Как-то такое отношение было к ним, что они с Россией, со стороны украинских жителей, как ко второму сорту, что ли, вот так вот. А когда присоединились, сразу у них и работа стала официальная. Ну и с гордостью ходят по улицам Российской Федерации. Ижевчанка Татьяна Урютина тогда, в 2014-м, отмечала не только возвращение Крыма в состав России, но и родной сестры. Из Донецка-то обижалась семья Бежевск, спасаясь от пуль и летящих в их дома-бомб. Здесь получили гражданство, работу, женили детей, пустили корни. Сейчас двоюродная сестра с Украины. Украина не открыла на Россию коридор. Им пришлось вот только за границу. И вы знаете, общаясь с ней, у меня сложилось такое мнение, что им так голову там задурили. Крымской весне уже 8, 18 марта 2014 полуостров вернулся в родную гавань. Это было почти что единогласное решение местных жителей на историческом референдуме. Крым – это нечто большее, чем место на карте, скажет в приветственном слове на митинге Сергей Смирнов. Это теперь символ большой, сильной страны, справедливости и неразделимого народа. За эти 8 лет многое изменилось, но главное – наши силы и стойкость остались неизменными. И сегодня мы стоим здесь за то, чтобы сказать, что мы за сильную и единую Россию, за независимость нашей Родины, за президента. Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили концертом патриотических песен и прямо на площади развернули 50-метровый триколор. В знак еще большего единения с этого года Крымская весна стала русской. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, Новости.